Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги и слушатели. Хотела представить наш опыт исследования мягких тканей. Ультразвуковое исследование образования мягких тканей очень доступный экономический и мобильный метод. Отсутствует лучевая нагрузка. Современные контрастные препараты, которые используются при ультразвуковой диагностике, это инертные препараты, они практически не имеют аллергических реакций, минимальный риск побочных эффектов. Мы отмечаем высокую информативность ультразвукового исследования, особенно для поверхностоположенных маленьких опухолей. Что касается больших опухолей, нельзя сказать, что мы не можем поставить диагноз при большом размере опухоли, но мы не можем получить достаточной информации, оценить топографию образования, его истинные размеры и в том числе иногда оценить взаимосвязь с окружающими тканями. Все знают, что используем рутинные работы, Б-режим, ЦДК, энергетическое кортирование. В большинстве, наверное, современных ультразвуковых аппаратов уже есть компрессионная эластография, в том числе и эластография с двиговой волны. Ультразвуковое исследование с контрастным усилением не так распространено, и хотелось бы на нём остановиться более подробно. В нашем институте проведено научное исследование, в которое вошли 98 пациентов с образованием мягких тканей, из них 43 женщины, 55 мужчины, возраст от 23 до 72 лет, размер образования от 8 мм до 12 см. По результатам исследований получили достаточно высокую эффективность, используя методы чувствительность 91%, специфичность 88% и точность 89%. Более подробно хотелось бы рассказать про контрастирование. В нашем институте были разработаны паттерны контрастирования, которые характерны для различных заболеваний. Первый паттерн, который мы выделяем, это кольцевидный паттерн, он характерен в основном для кистовидных образований. Кольцевидный паттерн с пристеночным компонентом может определяться при контрастировании гемангиом, также гематом. Древовидный паттерн в основном определяется при контрастировании сольных доброкачественных образований. Спекулообразный паттерн может определяться как при таких пограничных образованиях, но и в основном как при десмоид фиброме, например, и при саркомах мягких тканей. Исправливидный паттерн – это типично характерный паттерн для сарком. Также используются кинетические кривые, которые нам показывают соотношение времени, скорости и максимум накопления контрастного препарата. Соответственно, выделяем первый тип кинетических кривой, когда контрастный препарат накапливается постепенно и равномерно. Второй тип, когда идёт достаточно стремительное накопление контрастного препарата с выходом на плато. И третий тип кинетических кривой – это когда стремительное накопление с последующим вымыванием. Этот тип контрастирования характерен для злокачественных новообразований. Обхоли мягких тканей – это достаточно большая группа образований, которые имеют вариабельную ультразвуковую картину. Самое частое, наверное, которое мы встречаем в своей практике образований – это липомы. Доброкачественное образование относится к группе опухолей жировой ткани. При B-режиме – это образование с чёткими, достаточно ровными контурами. Как правило, горизонтальная ориентация. Изоэхогенная, умеренно гиперхогенная. При CDK могут определяться единичные сосуды. Чаще от образования мы не видим сосуды, активный кровоток структуры и образований. И, соответственно, при контрастировании мы видим, что образование равномерно накопило контрастный препарат и нет симптомов выведения, соответствующий паттерн контрастирования и тип кинетической кривой. Также в группу опухолей жировой ткани промежуточным опухолям относится атипическая липоматозная опухоль. Достаточно, скажем, картина при ультразвуковом исследовании не специфична. По ультразвуку мы бы не смогли, скорее всего, отличить её от липомы, потому что образование изоэхогенной окружающим тканям, контуры чёткие. При контрастировании нет стремительного накопления или вымывания контрастного препарата. При эластографии это образование эластичное. Миксоидная липосаркома. Мы видим гипоэхогенное образование с нечёткими неровными контурами. При ЦДК сосуды по периферии образования. И при контрастировании отмечается вымывание контрастного препарата, образование гипоконтрастным по сравнению с окружающими тканями. Тип кинетической кривой с стремительным вымыванием. Миксоидная липосаркома. В отличие от предыдущего случая, здесь образование в B-режиме имеет достаточно четкие контуры, единичные сосуды, но при контрастировании мы видим, как он стремительно накапливает контрастный препарат. Здесь бы хотелось отметить, что в B-режиме картина образования неоднородной структуры, но именно при контрастировании мы можем видеть участки, где наименьшее количество сосудов, что нам поможет в выборе места, откуда мы можем взять наиболее информативно и получить материал при биопсии. И, соответственно, тип кинетической кривой с вымыванием контрастного препарата. Осифицирующий миозит относится к доброкачественному образованию. В B-режиме картина достаточно сложна по B-режиму и даже по эластографии сделать однозначные выводы. Образование с несколькими нечеткими контурами, неровными, с кальцинатами по периферии образования. При эластографии образование картируется неоднородно. При контрастировании этого образования мы видим, что образование практически не накапливает контрастный препарат. Определяется кальциевидный паттерн. Соответственно, мы можем все-таки предположить, что скорее образование доброкачественное. Дисмоид фибром достаточно сложный для ультразаковой диагностики образования, потому что мы видим неровные, нечеткие контуры, неоднородную структуру, видим яичные локусы кровотока. Однако при контрастировании образование равномерно накапливает контрастный препарат, не отмечается в вымывании, соответствующий тип кинетической кривой. Фибросаркома – достаточно информативная картина и в B-режиме. При эластографии мы видим, что это жесткое образование, и при контрастировании мы видим, что оно накапливает контрастный препарат с его вымыванием, что позволяет нам сделать вывод в том, что это образование злокачественное. Флеомиома – это доброкачественное образование гладкомышечной ткани, четкие ровные контуры, достаточно однородная структура. Образование плотное при эластографии. При ЦДК мы видим множественные сосуды в структуре образования. Равномерно накапливает контрастный препарат. Симптом вымывания не отмечается. Лемиосаркома – B-режиме образования. Нечеткие неровные контуры, неоднородная структура, сосуды по периферии. Мы видим также в структуре образования участки с центральной части участки кистозной дегенерации. И при контрастировании определяется типичный тип клинических кривой, характерный для злокачественных образований. Швонома – доброкачественное образование нервов. При B-режиме образование имеет достаточно правильную форму, несколько нечеткие контуры. При эластографии образование жесткое. Третий эластотип. И тут нам помогает определиться все-таки с диагнозом контрастирования. При контрасте мы видим, что он равномерно окапливает контрастный препарат и не отмечается вымыванием. Нерове фиброма – также доброкачественное образование. И мы видим второй и третий эластотип. И при контрасте равномерно окапливает контрастный препарат. Вымывание не отмечается. По предыдущим слайдам можно было сказать, что мы на основании ультразвукового исследования и контрастирования можем однозначно всегда определиться с диагнозом, но это, к сожалению, не всегда так. В данном случае мы видим гемангиому в Б-режиме. Это образование имеет, скажем, некрасивую картину. Это гипоэхогенное образование, чёткие контуры. Видим сосуды при ЦДК, при эластографии образование плотное. И даже тут нам не совсем помогло контрастирование, потому что видим участки, где образование контрастируется, но мы видим участки, где есть вымывание. При построении кривой мы видим, что есть пик накопления и какое-то вымывание. Здесь нам, опять же, возвращаясь к мультимодальному подходу, в данном случае пациенту была проведена магнитная резонанс в томографии и был поставлен диагноз гемангиомы. Конечно, то, что мы видим на ультразвуке, особенно от контрастирования, связано просто с особенностями образования. Большое количество сосудов, которые характерны для этого образования, немножко дают нетипичную картину при контрастировании. Эптелеоидная гемангиоэнтелиома от злокачественного образования, гипоэхогенная, чёткие неровные контуры, при эластографии картируются плотным эластотипом. И при контрастировании мы видим, что образование вымывает контрастный препарат. Оно гипоконтрастное по сравнению с окружающими тканями. Синавиальная саркома, гипоэхогенное образование в B-режиме, частично нечёткие контуры. При эластографии картируются плотным эластотипом. И при контрастировании отмечается неравномерное накопление контрастного препарата с его вымыванием. Плеаморфная саркома – многоузловое образование, чёткие неровные контуры. При контрастировании также отмечается третий тип генетической кривой с вымыванием контраста. И соответствующий паттернс мы видим. Как было уже всё не сказано, УЗИ с использованием контрастных препаратов помогает выбрать наиболее оптимальный участок для проведения биопсии. Нельзя сказать, что на основании ультразвука мы можем сказать, что будет больше участок с большей дифференцировкой и меньше, но мы однозначно можем выбрать участок, где нет некротических масс, где есть сосуды. И, соответственно, это будет более информативная ткань для проведения биопсии, для гистологического исследования. Таким образом, хочется подвести итоги, что мультипараметрическое ультразвуковое исследование наравне с другими методами лучевой диагностики эффективный метод как первичной диагностики, так и для наблюдения пациентов после проведённого лечения, для динамического наблюдения, для дифференцировки рецидивов или послеоперационных изменений. И корректная интерпретация полученных данных позволяет клиницисту оптимально определить объём необходимого исследования и вмешательства, раньше начать необходимое лечение. Спасибо за внимание. Продолжение следует...